Техника современная, достаточно интересная. Развиваются отдельные хозяйства, достаточно успешно и неплохо. Но, на мой взгляд, проблема аграрного сектора в том, что мы, к сожалению, не имеем сегодня такого системного, комплексного подхода к проблеме в целом. Вот только что мы обсуждали некоторые из проблем. Скажем, в Подмосковье работают американские специалисты, принципиальные иные технологии, которые у нас даже не возникают мыслей на эту тему. Сейчас Ленинградская область хотела бы этот опыт перенять. Есть примеры иного сорта, к примеру, Белоруссия. Это подход уже принципиально иной, инновационный, к заселению территорий. Белоруссия, вместо того, чтобы, как у нас, все средства развития пускать в мегаполисы Санкт-Петербург, Москва и другие миллионники, она за времена последние создала 1500 агрогородков. Это позволило заселить всю территорию, не создавать вот такие мощно сконцентрированные, по сути, непригодные для проживания мегаполисы, а сделать всю страну зоной удобного проживания. На мой взгляд, это важно. Это понимали ведь еще во времена Пушкина. Я вот напомню такие его строчки, он говорит о городе. Там люди в кучах, за оградой, не дышат утренней прохладой, невешним запахом лугов. И вот это самое драгоценное, оно на сегодня утрачивается. У нас скоро вся страна окажется в рамках либо там 4-го кольца Москвы, либо в кольце Санкт-Петербурга. А 98% территории у нас на сегодня, по сути, не заселяется. Живем мы на 1% территории и 1% занят под объектами промышленности и транспорта. Поэтому перспективы села, они лежат все-таки в комплексном подходе к решению всех проблем. Прежде всего, это принципиально иная схема заселения России. Россия в 21 веке должна приобрести облик одноэтажной страны. И мне очень приятно, что наш университет выиграл конкурс общероссийский. И мы сейчас сделаем такую НИР по разработке моделей поселений 21 века. На наш взгляд, предельная численность мегаполиса 300 тысяч человек. Если эту численность превзошли, то это создает абсолютно неприемлемые условия для тех, кто проживает там. И мы убеждаемся в этом, наблюдая за тем, что происходит в нашем городе. Поэтому бюджеты городов и бюджеты развития сельских территорий, они должны планироваться принципиально по-разному. Не должен быть просто бюджет развития. А вот бюджет развития сельских поселений, он должен быть выделен принципиально из всех проблем бюджета. Конечно же, мы говорим рабочие места. Сегодня это проблема, кризис. Но именно аграрный сектор может дать неограниченное количество мест рабочих, поскольку земли у нас, если вы поделите площадь территории на количество проживающих, получите более 12 гектаров на каждого. Так какой же смысл в 9 ярусов селиться друг над другом, если у нас у каждого, включая младенца, есть 12 гектаров законной ему принадлежащей земли. Но если говорить о земле, то проблема здесь основная в том, что мы ввели неправильно вообще подход такой продажи земли. В действительности должно торговаться только право на использование земли. Должен быть единый кадастр учета земельных ресурсов, где расписано четко предназначение функции каждого из участков. И тот, кто хочет использовать тот или иной участок в соответствии с прямым назначением, он должен получить права на использование этой земли. Но земля при этом не должна быть предметом спекуляции. На сегодня землю покупают исключительно практически из спекулятивных соображений купить сегодня, чтобы продать завтра дороже. Тот, кто покупает землю, он никогда практически не является реальным оператором на этой земле. Он покупает ее для иных целей. А здесь пороки законодательства. Поэтому вот если посмотреть на проблему сельского хозяйства, то мы видим, что у нас масса вот этих вопросов. Но самая главная проблема в том, что они не ввязаны в единую матрицу. То есть это не просто должны отдельные частности наблюдаться, а их нужно все жестко ввязать друг с другом. В противном случае мы получаем вот такой исход, как недавно вы слышали, наверное, заявление президента, к сожалению, нашей страны о том, что вот много пустующих земель у аграрных исследовательских институтов и у учебных заведений. И вот именно там и нужно построить жилье. На мой взгляд, это неверная подача информации для нашего президента. Это умелое лоббирование тех или иных финансовых группировок своих проблем. А, к сожалению, на уровне управления страной не всегда удается различить, где люди действительно радеют о будущем страны, а где они под хорошим прикрытием решают свои шкурные проблемы. Так вот, к примеру, в Соединенных Штатах священная земля – это земля аграрных университетов и земля аграрных исследовательских центров. Почему? Да потому что только это позволяет содержать всю остальную страну. Сказать, что нам больше негде строить – это абсолютнейшая нелепость, поскольку у нас сегодня зачищены полностью такие области, как Псковская, Новгородская, Вологодская. Я приведу только одну цифру. На северо-западе нашей страны, в северо-западном федеральном округе, на сегодня из общего количества 50,2% населенных пунктов относятся к разряду вымирающих. То есть их численность менее 10 человек. А это значит, там не будет школы, а это значит, там не будет медицинского обслуживания, а это значит, там никто не будет жить. Так вот, именно там и нужно строить. Не у аграрных университетов искать клочки земли, а взять целые области, целые районы, которые вымирают, разработать новую концепцию оживления и застройки этих районов и строить не в черте города Санкт-Петербурга, а в тех местах. Я считаю, что увеличение количества проживающих и строительство на уровне уплотнительных застроек в черте городов-миллионников должно быть строжайшим образом запрещено. Мы не имеем права вкладывать деньги в те вопросы, которые создают десятки последующих проблем. Жить в этом городе становится невозможно, а мы своими же деньгами, своими же усилиями и создаем этот техногенный тупик. Поэтому выход в переходе от мегаполисной к ландшафтно-усадебной урбанизации нашей страны, когда народ будет жить на земле, а дети будут бегать по траве. За примерами далеко ходить не надо. Так развивается Белоруссия, так устроены Соединенные Штаты, так устроена, скажем, Канада. 80-90% населения Соединенных Штатов и Канады проживает в одноэтажных домах. Если говорить о жизни на селе, то важнейший вопрос, который с этим не увязывается, это вопрос о человеке как таковом. То есть можно даже создать новое поселение, но что за человек, который туда приедет? И вот проблема формирования нового человека, человека 21 века, это и есть важнейшая проблема аграрного сектора. Приведу только одну иллюстрацию. Приехал мой дальний родственник, который 12 лет прожил в Канаде, в Ванкувере. И вот рассказываю просто конкретно то, что он наблюдает в Ванкувере. В этом регионе увидеть где бы то ни было на витрине бутылку водки или пачку сигарет невозможно в принципе. Чтобы сигареты, к примеру, они продаются только в одном месте, на бензозаправочных станциях. Но если вы войдете туда, то невозможно увидеть пачку сигарет, выложенную на витрине. Вы должны обратиться к продавцу, шепнуть ему на ушко, и он из металлического шкафа, где хранятся наркотики, оружие, сигареты, он достанет завернутую в непрозрачную упаковку пачку и передаст ее вам. Вот так формируется информационная сетка, информационное поле, в котором воспитываются дети. Потому что образование, оно однокоренное со словом образ. И когда мы даем детям образование, то формируется человек не потому, что ему говорят с трибуны, а потому, что он видит своими глазами. Мира, воззрение, представление о мире в образах и картинках. И если он, вот я как-то в Питере в одном месте в районе кинотеатра «Меридиан» встал, и вот в поле зрения одновременно видел шесть реклам табака. Это было не так давно. Конечно же, в таком информационном поле невозможно вырастить здоровое поколение. Поэтому, вот в нашем университете алкоголь, табак рассматриваются как генное оружие. Именно так мы воспитываем наших детей. Но мы не можем перебить своей информацией, своей лекцией, лекциями то, что в течение 24 часов сгружается через средства массовой информации в их сознание, в их мировоззрение. Поэтому, вот если нам удастся увязать все эти проблемы, и наука, и техника, и модели заселения, и образовательные технологии, и воспитание детей, только тогда можно говорить о серьезной перспективе развития нашего увядающего аграрного сектора. Ну, по-моему, очень долго.